Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, дорогие братья и сёстры. Вы, наверное, все слышали и видели в лентах социальных сетей картины открытия какого-то там магазина. Когда слышишь подобное, видишь подобное, просто остаёшься в тупике, не знаешь, как отреагировать. Что по этому поводу просто сказать? Просто теряешь порою дар речи. Очень печально признавать такие факты существования, возникновения такого вообще в нашей республике. Это очень печально. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саляма, однажды, обращаясь к своим сподвижникам, сказал «Что вы будете делать, о люди, когда женщины ваши станут преступными?» «Юноши ваши станут грешными». Они сказали, о посланник Аллаха, разве такое возможно? Посланник Аллаха сказал «Что вы будете делать, когда вы откажетесь призывать к одобряемому и откажетесь порицать порицаемое?» Они сказали, о посланник Аллаха, разве такое возможно? Он сказал, да, ещё худшее возможно. Он сказал «Кайфа бикум и дара айтуму аль мункара ма'руфа» «Когда вы станете порицаемое, принимать как одобряемое, вааль ма'руфа мункара» «А одобряемое как порицаемое». Дорогие дагестанцы, особенно женщины, не забывайте о том, каким бесценным благом Всевышний Аллах вас одарил. Вы потомки достойных мусульман. Ислам — это религия, которая спасает всё человечество. И сегодня, как можно было бы ожидать, да, такое, чтобы именно в Дагестане нашли бы тех людей, которые бы продвигали этот аморальный образ жизни. Да пусть хоть намёком он на это указывает. То, что сегодня распространено где-то, где-то далеко, как мы можем себе позволить этому распространиться в нашем обществе? Как мы можем себе позволить устроить это в собственном помещении? Хотите вы, чтобы ваши начинания были благополучными? Хотите вы, чтобы ваши начинания, ваши дела были успешными? Начинайте с имени Всевышнего Аллаха. В хадисе посланника Аллаха, саллиллаху алейхи васаляма, сказано, «Куллю амрин вибалин ла юбда уфи хи би бисмилляхи фахуа абтар». Каждое дело, важное дело, которое не начинается с имени, с именем Всевышнего Аллаха, оно провальное, оно прокажённое, сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи васаляма. Всякое дело мусульманина начинается именно с именем Всевышнего Аллаха. Кусок еды, которую он кладёт, преподносит ко рту, с именем Всевышнего Аллаха. В этом заключается глубокий смысл. То есть с именем, благодаря Всевышнему Аллаху, я имею возможность это дело начинать. И с именем Всевышнего Аллаха, то есть в соответствии с нормами, требованиями, предписаниями моего Создателя, я начинаю своё дело. Тогда, в Аллахе, нет малейшего сомнения в том, что ваше дело как минимум вам не причинит ущерба, не банкротство, а будет успешным. Я понимаю, что не все дагестанцы, дагестанки столь религиозны. Но, однако, чувство ревности и почитания к своим предкам, вообще к этой религии, я надеюсь, не утрачено у нашего народа. Аллах в Священном Коране говорит, «Ауазу билям на шатан Раджим, «Ва ман ю'алзим ша'аир Аллахи, фа иннаха мин таквалку любви». «Во истину те, кто возвеличивают символы Всевышнего Аллаха, это тоже указывает на богобоязненность сердец». Поэтому убедительная просьба ко всем братьям и сестрам, чтобы вы не стали способом, средством для распространения и ключами к распространению всякого зла и нечисти, а напротив, вы становились опорой, защитой нашего Дагестана и ее нравственности и ценностей нашей религии. Да поможет нам Всевышний Аллах.